Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group». И с нами сегодня наш итальянский коллега, которого вы хорошо знаете, Мариана Ди Валентина, трейдер и управляющий активами. Тем более, что крипта сейчас у нас горит, огненная тема, и, конечно, мы очень рады видеть Мариана именно в этот ответственный момент. Мариана, приветствуем вас! Здравствуйте! Здравствуйте, все участники! Я сейчас нервничаю на зводе, а вы такой спокойный, значит, знаете, что делать? Да, тоже смотрю сейчас. Все мы видим, как крипто, биткоин падает, но, конечно, есть и другие монеты, которые в данный момент растут. Не значит, что если биткоин падает, все падает. Плюс биткоин я рассматриваю не только как с точки зрения трейдинга на короткой перспективе, а рассматриваю как на долгосрочной перспективе. И мой анализ строится на том, что я рассматриваю разные проекты, в которых участвует монета биткоин, как криптовалюта, и какие проекты она привлекает. Не забываем, что капитализация у нее очень большая, и она одна из лидирующих. Конечно, после нее есть другая монета, которая у нее тоже более открытая, это как эфир, так как у нее запущено очень много проектов, очень много монет строится на ее блокчейне и выпускается. Это тоже очень хорошо. Кстати, шла речь, что на ее платформе запускаются такие токены, как называется security token. Security token – это те токены, которые выплачивают определенный процент за счет того, что вы их удерживаете, точнее за счет того, что вы доверяете, покупаете их, вы можете их держать, и за это вы получаете определенный процент. Это называется security token. Это другой тип токенов, необычные токены, и они регулируются такой, скажем, системой SEC, это переводится как security exchange commission. Это комиссия, которая решает токен, может быть, utility, как обычный токен, или security token. Это другой токен. Security как безопасный токен из-за того, что security token выпускают только те организации, которые, скажем, у них большие-большие проекты на этот токен, и они подключили к себе разных инвесторов. За счет этого они выплачивают им комиссии за удержание их токена. В то время как обычный токен – это токен, который вы покупаете, и надеетесь, что он будет расти. Точнее, он вырос, вы получили прибыль. Он не вырос, вы не получили прибыль. Security token разница. То, что вырос, вы получили прибыль, плюс комиссию за удержание его упал, вы потеряли при падении, но вы все равно получили маленькую, но комиссию за его удержание все равно вы получили. Это security token. Это определенный тип токенов. Это то, что касается токенов, которые также эфир на своем блокчейне выпускает. Тоже одна из интересных таких токенов. Плюс нас сейчас ждет очень большие новости. Какие? Точнее, очень… Ну, все вы заметили, что биткоин падает. Это связано… Есть голоса, что говорят, что это связано с тем, что BACT – это платформа, которая должна была запуститься в декабре. Ее перенесли. Ее перенесли на 24 января. И говорится того, что из-за того, что ее перенесли, был упадок такой сильный биткоина, потому что BACT – это будет платформа, на которой будет торговаться тот же самый биткоин. Очень все ждали этот ивент BACT в декабре, но так он и не случился. Информация о том, что перенесли, не было известно. Ее опубликовали, мне кажется, 21-го числа. Опубликовали, и никто не знал, что ее перенесли. И говорят, что был вот инсайт внутри компании, что люди, зная, что BACT перенесли, повыводили биткоины, и потому рынок упал. Кстати, также я публиковал на Фейсбуке, что тезер – это стеллбиткоины, которым привязан доллар, получили очень большой объем, почти в 200%. Точнее, эти стеллбиткоины, которые привязаны к доллару, они очень сильно выросли. Почему они растут? А потому что люди, пошла паника, что биткоин падает, эфир падает. Люди начали переводить биткоины в свои, скажем, криптодоллары, стеллбиткоины. И так как они начали переводить, стеллбиткоины очень сильно выросли, почти в 200%. Это очень много. Так что знаем вот эту новость, что сейчас все ждут, точнее, когда стеллбиткоины очень сильно растут, это значит, что люди перенесли и удерживают. Они не выводят свои деньги, которые с биткоина они переставили на стеллбиткоин. Они не выводят, а просто ожидают. Они ожидают чего-то. Так что вот такая ситуация, то, что касается биткоина. Конечно, есть другие проекты, как Cardano, который будет обновлять свою систему. Это положительная новость. Есть Ant, другая монета, которая запустила 6 проектов, показывает на то, что она старается внедрить что-то, обновить что-то. 6 проектов уже участвует, это тоже положительная новость. Другая положительная новость, то, что с января у Франции табакерия. Табакерия, табаки, это по-французски, обычно в Италии тоже есть табакерия, это там, где продают сигареты. Но кроме сигарет, там продают и билеты разные, там лотерею продают, это такие магазины. То же самое есть в Франции, такие табаки. И с января вышла новость, что они будут продавать купоны, которые, купоны биткоины, точнее, это будут определенные купоны, привязанные к биткоину. Вы эти купоны покупаете и просто потом переводите на, скажем, на один эксчендж в биткоин. Точнее, новость в том, что биткоины еще больше не нравятся в нашу повседневную жизнь. И сейчас они станут доступны Франции, что можно будет купить в обычном магазине. Так что это тоже положительная новость, потому что увеличатся объемы в биткоинах. И это очень хорошая новость, что все-таки биткоин, несмотря на рынок падающий, все больше и больше и блокчейн, и биткоин внедряются в нашу повседневную жизнь. К людям, не только к трейдерам, а просто к обычным людям, которые имеют определенный интерес к крипторынку. Вот. Сейчас я подключу к моему демонстрации и вам покажу, рассмотрим ситуацию. Давайте посмотрим. Смотрите, это сегодня. Это самые большие монеты, которые растут. На сегодняшний день, за 24 часа, сегодня биткоин, мы видим, что немножко то растет, то падает. Но на данный момент, за 24 часа, мы можем даже посмотреть за час, но за 24 часа, вот и за час, мы видим росты, какие монеты очень сильно растут. Я обычно переключаю на 24 часа, я смотрю, какие монеты растут. Это более молодые монеты, более молодые проекты, те, которые сейчас на данный момент привлекли очень много инвесторов за счет своего проекта, и на данный момент они растут. Я такие монеты рассматриваю как, скажем, на короткий период, точнее, я монету покупаю по определенной цене и обычно потом выставляю ордер ее на продажу с целью заработки на ней. Это, скажем, один из вариантов рассмотрения, что растет, а что падает. И на данный момент таких монет достаточно много, новые проекты, которые несут с собой краткосрочный потенциал, скажем так. На долгосрок, я не знаю, вряд ли кто-то знает, как они в долгосрок себя покажут, но на короткий срок очень интересно рассматривать вот такие монеты. Вот. Рассмотрим сейчас, какие на данный момент у нас валюты в росте, криптовалюты. Это один из таких сканеров, скажем, скринеров, которые я также использую, чтобы иметь более глобальный взгляд, что сейчас на рынке. Чтобы не только осмотреть новости, какие по новостям, фундаментальному анализу, какие новые проекты, но и как себя ведет на рынке монета. Ну, на данный момент за 24 часа что мы видим? Мы видим вот такой большой фон красный. Это значит, что большинство монет сейчас падают, как вот биткоин. И вам приходится искать зеленые изумруды в море красного цвета, да? Да, я вот недавно, смотрите, я недавно даже публикаю, чтобы посмеяться, так как сейчас вот черная пятница была. Ну и есть пока в Италии. Это хорошие скидки, видите, вот черная пятница, распродажа. Хорошо. Вот такая. Вот смотрите, это Aragon, это 11 проектов, Ant. Я писал, что он запустил 6 проектов. Это хорошо. Почему? Это показывает, что монета не стоит, эта монета развивается. Интересно посмотреть, что за монета, как она себя ведет. Вот это стейблкоины. Вот недавно публиковал. Они выросли, где-то новость. Вот. Они выросли почти в 200 процентов. Это значит, что люди перевели свои, особенно вот такие стейблкоины, как USDT, потом True USDT. Это тоже те монеты, которые, их называют стейблкоины, потому что они привязаны к чему-то. В данной ситуации это те монеты, они привязаны к доллару. Есть монеты, которые привязаны к стейблкоинам, которые привязаны и к диамантам, и к другим вещам. Вот. Это монеты, которые вчера росли. Вот биткоин, вот новость, которая в Франции с января будет продаваться в табакериях. Табачные магазины будут продавать биткоины с января. И это у нас Cardano, который также обновляет свою версию. Это хорошая новость, потому что обновляет, значит, улучшает. Это значит, будет краткосрочный рост или долгосрочный. Посмотрим возможный рост, точнее, будем рассматривать как потенциал роста, потому что идет что-то положительное. Так что это тоже хорошая новость. Вот. То, что касается монет. Эти монеты сейчас падают. Мы видим здесь Ethereum токен, который на технологии блокчейн эфира. Мы видим, вот как у него есть BNB, первая монета, это биржи Binance Coin и другие. Мы видим, что есть монеты, как RAP. Вот. За 24 часа токен вырос. Видим, чем более зеленый, тем больше и процентность. Вот. И мы видим, что вот эти монеты, которые на технологии эфира, есть определенные роста. Что это значит? Это не значит, что надо переходить на них, их покупать. Это значит, что идет какое-то восстановление. Точнее, я вижу, что здесь есть зеленые. Это значит, что идет определенное восстановление эфира. Точнее, замедляется, потому что еще недавно вообще все красное было. Сейчас появляются зеленые, проекты, которые какие-то растут. Это значит, что идет восстановление. Ниже мы видим USDT. Стэдбэккоин, что он сегодня, мы видим по объемам в росте. Вот почему и биткоин падает, потому что он растет. Тут есть и другие, другие привязанные. Есть другие токены, тоже стэдбэккоины от эфира. Они тоже привязаны к доллару. И я обычно смотрю, как вот эти все стэдбэккоины, что привязаны к доллару, смотрю, как они ведут. Если они сегодня растут, в большинстве этих стэдбэккоинов, которые привязаны, это значит, что биткоин вскоре всего будет падать. Но если я вижу, что, например, там из 6-7 стэдбэккоинов, которые привязаны к доллару, и эти все 6-7 падают, точнее в объеме, тогда я вижу, что есть потенциал в короткосрок входить на покупки. Конечно, рассматривает также и ситуацию с другими монетами, ну и включая, используя также индикаторы и объемы. Но идея в том, чтобы смотреть, как себя ведут стэдбэккоины, привязанные к доллару на сегодняшний день, дает нам определенные понятия, как себя поведет и биткоин. Потому что его всегда мы рассматриваем как биткоин-доллар, или биткоин-USDT, или USDT на каких-то биржах. Но все они доллары, скажем так, резных к долларам. Если мы посмотрим на наш график, не будем смотреть день, потому что день страшный. Мы видим, что это все дневные свечи. Мы видим, как биткоин у нас падает. Вот смотрите, какое большое у нас падение. Конечно, у нас сегодняшняя свеча, сейчас на данный момент, она у нас маленькая зеленая, положительная. Но если мы посмотрим, почему она у нас такая положительная, потому что если мы перейдем на 4-часовой график, мы заметим одну вещь какую, это у нас дивергенция. Почему? Потому что, смотрите, цена биткоина опускается в то время, как и по RCI, и по индикатору волатильности мы наблюдаем другое, что наоборот они повышаются. Вот мы видим, что идет определенный у нас рост, то что касается индикатора, по индикатору у нас идет рост. Но цена нам показывает, наоборот, что она падает. Точнее, на 4-часовом графике я вижу у нас дивергенция на повышение. Что все-таки у нас есть какая-то дивергенция на повышение. Есть какой-то сигнал на повышение. То, что касается пресекшена и поведения индикатора. Переключим на недельный, чтобы рассмотреть более информативно ситуацию. Потому что, если мы рассматриваем как инвестиции, мы должны рассматривать на долгий срок. Если мы, конечно, рассматриваем с точки зрения трейдинга, но мы тогда рассматриваем и на короткий срок, и средний срок. Когда обсуждается очень сильно, особенно в эти дни, что биткоин очень сильно падал, это потому что люди, в большинстве, хотят заработать на повышении. И, конечно, они не хотят, чтобы биткоин падал. Точнее, мы хотим, чтобы биткоин чаще рос, чем падал. Но мы видим, что все-таки биткоин в данный момент падает. Смотрите, это у нас недельный график. В предыдущий раз мы с вами рассматриваем такую границу психологического уровня поддержки. Это у нас был уровень 5000 цены биткоину. Но цена его пробила, и цена пошла ниже. Сейчас мы рассматриваем такой уровень, как 4000 и 3000. Это такие психологические уровни, как вы видите, и по поведению цены в прошлом. Вот они, эти уровни поддержки. На недельном графике я вижу, что цена сейчас у нас стоит 4378 и идет к границе, к уровню поддержки 4000. Будем рассматривать и будем смотреть на нее, как цена реагирует, как уровень будет тестить цену. Конечно, касаемо индикаторов, по волатильности мы видим на недельном графике, что волатильность, наоборот, у нас уменьшается на падение. Мы видим, у нас определенная дивергенция. Мы видим, что RCA-индикатор находится в своей зоне перепроданности, очень внизу. Так что будем ожидать какой-то разворот. Как я вам говорил раньше, есть положительные новости. Есть то, что все-таки баг стартует. Да, его перенесли, но все равно стартует с января 2024, если я не ошибаюсь. Вот, с 2019 он стартует, а это очень хорошая новость для биткоина. Мы видим, есть другая положительная новость, что также Yahoo открывает свою криптобиржу в апреле. Это тоже положительная новость, потому что это биржа, которая будет работать с большими объемами биткоина именно. Ну, кроме того, это будут первые монеты, которые будут там, ну и которые потом будет сама биржа, будет потом и другие добавлять постепенно. Но изначально будут самые топовые монеты и потом время со временем повышаться. Но это хорошая новость для биткоина. Вот, так что новости положительные у нас есть. Хотя, на данный момент мы видим, что цена падает. Будем рассматривать уровень 4000 и 3000, как наши ключевые уровни на покупку того же самого биткоина. Что касается шортов, конечно, как я вам говорил раньше, когда цена пробивает такие большие уровни, как вот было пробило 6000, это был один из таких сильных уровней, в который цена очень долго тестировала. Потом 5000, и вот цена сейчас движется к 4000. Когда цена пробивает такие ключевые уровни, это хорошо входить в короткие позиции, конечно, использовать технический анализ, но в короткие позиции на продажу. Потому что цена, когда пробивает такие уровни, она тогда идет и ниже этих уровней. Вот почему хорошо переходить на короткие тайфреймы и работать на понижение. Я это делаю, я перехожу в нашу компанию Fibo Group через MetaTrader и работаю на понижение, когда цена биткоина пробивает такие уровни. Что касается Ripple, посмотрим Ripple, посмотрим день. Рипл, как и в прошлый раз, он у нас не падает так сильно, как биткоин. Конечно, в эти дни он у нас упал, предупал, но, конечно, не так сильно, как биткоин. У нас граница, это на дневном графике. Мы видим, у нас первый уровень теста был на 0.4258.2. Это наш первый был область покупок и уровень поддержки. И второй на нашей области, это 0.3358. Это вторая наша зона интереса покупок. На дневном графике вы видите, что эфир повторяет то, что и биткоин делает, и биткоин падает, и, конечно, эфир повторяет то же самое. Но не забываем, что эфир – это смарт-контракты, это куча проектов, это куча монет, которые сделаны на его основе, на его облачении. Так что это одна из таких хороших перспективных криптомонет. Рассмотрим недельный график. На недельном графике у него также есть психологические уровни. Как вы видите, вот у нас был психологический уровень 200. Цена его пробила, но видите, как цена его в прошлом тестировала. Его тестировали очень хорошо, потому что это психологический уровень. Он на определенный период сдерживает, старается сдержать цену, и цена часто реагирует. Не всегда, но в большинстве случаев цена реагирует на такие уровни. Мы видим, что второй наш уровень, которому цена сейчас идет на недельном графике, второй наша область – это стоп. Другой ключевой уровень. Будем рассматривать, как цена будет себя вести там. Мы видим, как с биткоином у нас образовалась дивергенция на повышении. Точнее, мы видим у нас дивергенции на повышении. Если мы посмотрим на короткий период, посмотрим чуть на короткий, четырехчасовой, как и биткоин, и эфир нам показывает также и здесь дивергенцию. Это у нас дивергенция на повышение. Мы видим, что осцилляторы нам показывают, что есть повышение, идут на повышение, в то время как цена, наоборот, у нас идет на понижение. Точнее, будем рассматривать здесь, как интерес, возможность покупок. То, что касается на четырехчасовом графике. Ну, краткосрочно будем рассматривать здесь это. Потому что у нас и по FCI образовалась дивергенция, и, конечно, и по индикатору волатильности у нас образовалась дивергенция на повышение. Ну, будем рассматривать. Будем ожидать определенного свечевого паттерна на повышение. И тогда входить в короткие позиции на повышение. Конечно, я буду рассматривать, как себя ведет другие стеблкоины, те, что привязаны к доллару, уменьшается ли их объем, чтобы войти на покупку. И потом буду рассматривать покупки. Если таких не будет, буду ожидать психологического уровня. Если будет пробитие такого уровня, буду его шортить на понижение. Буду работать с ним на продажу в нашей компании FIBA Group. И буду тогда рассматривать такую ситуацию. Ну, вот это все на данный момент у меня. Передаю вам слова. Спасибо большое вам, Марьяна. У меня вопрос. Как прошла ваша неделя в доходности в лично вашем трейдинге? У меня были потери. То, что касается биткоина, когда биткоин... Вот в прошлый раз цена была... Когда мы с вами разговаривали, цена еще не была к 5 тысячам. Я тогда ждал, смотрел, как цена поведет себя к закрытию недели. Ожидал, что все-таки цена отскочит от уровня 5 тысяч. Цена этого не сделала. Цена биткоин упала ниже. И тогда я его шортил, работал на понижение, когда цена пробила уровень 5 тысяч. И заработал на понижение именно в нашей компании FIBA Group. Конечно, если мы рассматриваем... На понижение я заработаю хорошо, но если мы рассматриваем ситуацию в общем, то у меня на данный момент маленький минус, конечно. Но в монетах как по эфиру, как и по биткоину... Некоторые проекты у меня хорошо пошло. То, что касается некоторых монет на технологии эфира. Потому что это security token, которая одна из моих диверсификаций портфеля, которая мне выплачивает определенный процент за содержание их. Точнее, да, они у меня в минусе, то, что они идут вниз. Но из-за процента, который я получаю, удерживая их, все равно я в маленьком плюсе. Что касается монет security token на основе эфира. В общем, в ситуации по биткоину у меня есть минус, но он у меня в более долгий срок. У меня выставлены ордены. Я его рассматриваю в долгий срок. В короткий срок по биткоину у меня плюс. Потому что я его шортил, и я на этом заработал. Я понял. На коротких позициях. Ясненько. Хорошо. В общем, за счет форекса вы держитесь, а крипта вас подводит. Понятно. Крипта, но не все монеты. Есть определенные монеты, которые, конечно, я потом перевожу в другие монеты, когда я вижу риск. Вот когда стебелкоины к доллару росли, я вижу, что к ним очень много интерес. Я открыл все стебелкоины, которые привязаны к доллару. Все. И увидел, что в ним есть рост. Точнее, есть объемы на них. Это я увидел, что значит, есть определенный страх. И это понятно, почему есть страх. Люди хотят переждать вот эту всю ситуацию. И перевели все, скажем, в тезеры доллара. И я мои монеты определенных крипт принес также, потому что я видел рост. И на этом, скажем, уменьшил риск падения этих монет. У меня большинство сейчас монет перевели. Сейчас я жду. Рассматриваю, что сейчас идет, что сейчас идет или не идет. Но что касается биткоина, он сейчас у меня, на данный момент, он у меня в тезере, точнее, он у меня в долларе, в криптодолларе, в стебелкоине. И как только будут запущены проекты, как Бакт, который выйдет в январе, так же Франция старается его биткоин не дать. Вот тогда я буду рассматривать, заново перейду с точки зрения инвестиции. Куплю по заниженной цене, скажем так. Поняли вас. Хорошо. Спасибо большое вам, Марьяна, за ваш обзор. Вам хорошего дня. И у вас еще есть время сходить в магазин, Black Friday что-то там, купить себе телевизор или холодильник. Правда, у всех уже все есть, но почему-то все бегают по магазинам и все покупают. Это хорошая инвестиция. Мы можем купить по дешевке и продать через интернет потом. Я понял. Да, такой маневр тоже, друзья, надо учитывать. Это тоже интересно. Вам хорошего дня, хороших выходных. Спасибо, Игорь. До свидания. Подобрал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok